Да, начнем, наверное, с Сергея Шойгу, потому что вот эта история, которую мы тоже, конечно, отрабатывали в Грэмми, и за эти несколько дней, с момента, когда стало известно, Грэм посмотрел уже более 8 миллионов человек, то есть именно за последние несколько дней, тема, которая, казалось бы, да, перестановка внутри вот этой иерархии, то есть Шойгу вроде как не отправили в отставку, переместили на место Патрушева, Патрушеву непонятно куда отправили, ну, огромный интерес. Вот на что ты обратил внимание в этой кадровой рокировке, в этой кадровой ротации, насколько она такая судьбоносная для России? Ну, смотри, первое, на что я обратил внимание, это, конечно, количество издевательских комментариев в сети, в первую очередь среди наших с тобой знакомых либеральных блогеров и журналистов. Очень многие вспоминают сейчас анекдот, старый еврейский анекдот про, значит, смену девочек в борделе, что надо, мол, не кровати переставлять, да, а девочек менять, если что-то идет не так. Это старый анекдот, но он, на мой взгляд, немножко обесценивает противника и мешает адекватному восприятию реальности. А реальность в том, что, на самом деле, это очень полезные перестановки для Путина, для путинизма и для путинского режима. И, повторяю, их недооценивать, исключительно высмеивать, обстебывать, это, на мой взгляд, значит, не уважать себя, в первую очередь. Потому что понятно, что это такая защитная реакция, мол, да вы, друзья, как ни садитесь, все, музыканты, не годитесь, как бы он там ни переставлял шашечки от переменными слагаемых, сумма не меняется. Тем не менее, это действительно важная перестановка, которая сейчас произошла. И я, в первую очередь, имею в виду замену Шойгу на Андрея Белоусова. Значит, почему это важно? Это важно не потому, что Шойгу там куда-то отправлен или куда-то не отправлен, это потому, что важно, что назначено Белоусу. Белоусов, чтобы, опять же, о нем не говорили, это, а, очень хороший экономист, и, б, государственник. Для него Путин – это господь бог просто. То есть, в Путине Белоусов видит фигуру исторического масштаба, которая ведет мир за собой и способствует грандиозным историческим переменам. Об этом сам Белоусов не раз говорил. Так вот, понятно, что исторические перемены бывают разные. И Гитлер был фигурой исторического масштаба, чья деятельность повлекла за собой грандиозные перемены для всего мира. Ленин был фигурой исторического масштаба, чья деятельность повлекла за собой перемены, последствия которых мы пожинаем по сей день. И Вторая мировая война – это тоже последствия Октябрьской революции в России во многом. Поэтому, когда мы говорим о масштабе личности исторических переменах, мы не обязательно имеем в виду положительное и позитивное что-то. И поэтому тот факт, повторяю, что Белоусов относится к Путину, занимает его не просто как ролевую модель, а как вот такого исторического деятеля, и поэтому, по его словам, он согласился, не думая, хотя и был ошеломлен. Это, на самом деле, говорит о многом. То, что он, сейчас скажу о чем, то, что, соответственно, он хороший экономист, это факт, этот факт подтверждают многие люди, которые с ним работали. Он работал и с Касьяновым, он работал со многими людьми, которые сейчас находятся в оппозиции Путина. Вот это сочетание «хороший экономист» и «государственник», который боготворит Путина, это ровно то, что Путин, я думаю, долгое время искал. Более того, я считаю, что Путин бы с удовольствием назначил Белоусова и председателем правительства. Но, представив правительство, это было бы, ну, все-таки, слишком масштабно и повлекло бы, Белоусова бы стал слишком самостоятельной фигурой. А Путин этого все-таки сейчас позволить себе не может. А в качестве министра обороны Белоусов самое то, потому что это война лично Путина. И она ничья больше. Это война лично Путина, которую он пытается сделать войной всей страны, всего российского народа. И поэтому, как главнокомандующий, а он именно так себя воспринимает, Путин, и уже об этом свидетельствовали рассказы многих генералов, Путин сам ведет эту войну. Путин сам садится с начальника Евгенштаба, сам там, значит, постоянно спрашивают о ходе операций. Ну, то есть, для него это такая большая-большая игра. Вот он прямо участвует непосредственно в том, что происходит. И ему для этого, на самом деле, большой министр не нужен. Он взаимодействует с начальником Генштаба напрямую, когда речь идет о планировании тактических и стратегических операций, как касающихся этой войны. В качестве министра обороны ему нужен человек, который а. будет обеспечивать поставки всего необходимого, то есть, будет заниматься снабжением армии. Б. соответственно, минимизирует коррупцию. Б. и С. поставит на службу армии всю экономику страны. Путин, как мы знаем, занимается возрождением Советского Союза. Ну, то есть, не Советского Союза, который был, он это вернуть не может. И даже не хочет. А возрождением той идеальной модели Советского Союза, которую он несет с собой через всю жизнь. Вот мы жили там в Советском Союзе когда-то, и еще в детстве, я помню, нам говорили, что вот, ну, сейчас еще не так, а может быть круто, да, у каждой семьи по квартире и т.д. и т.п. Вот Путин живет с некой идеальной картиной Советского Союза в своей голове. Именно эту идеальную картину он пытается осуществить, воплотить в жизнь в сегодняшней России. Так вот, напомню, что системообразующим элементом советской экономики был военно-промышленный комплекс. Этот военно-промышленный комплекс не только обеспечивал армию и там сдерживание Соединенных Штатов в гонке вооружений, но и способствовал, по мнению Путина, да, и многих людей из его окружения, процветанию Советского Союза и созданию многих полезных в обычной жизни изобретений. Если бы не военно-промышленный комплекс, то не было бы космической гонки, не было бы первого человека в космосе, убежден Путин. Если бы не было первого человека в космосе и космических технологий, не было бы многое из того, что применялось потом в гражданских областях. Здесь, правда, Запад в этом держит, безусловно, первенство, начиная от памперсов, заканчивая многими другими технологиями, которые изначально разрабатывались для космонавтов, для астронавтов, точнее. Потом были использованы в обычной жизни. Так вот, для Путина, еще раз, такая ВПК-центричная модель, это оптимальная модель функционирования экономики. Есть предприятия, которые делают танки, и эти же предприятия будут делать офигенные автомобили. Это говорит, безусловно, с одной стороны, его невежествие, то есть, что он все-таки плохо изучил советскую модель экономики, которая как раз и рухнула, ровно потому, что она была заточена на военную машину. А с другой стороны, это говорит о его излишней самоуверенности и самонадеянности. То есть, он считает, что мы учтем все ошибки советских руководителей, и все у нас будет зашибись. Мы сделаем все иначе. Так, по большому счету, думает каждый новый диктатор, и в этом вся, с одной стороны, сложность, а с другой стороны, простота. Почему диктаторы появляются, почему они не выносят уроки из ошибок прошлого? Потому что они верят, что они другие, они особенные. Вот Путин верит, что он другой, он особенный, он построит экономику лучше, чем в Советском Союзе, но да, ему нравится, он унаследует из Советского Союза ВПК-центричность этой экономики. Так вот, для осуществления этой реформы, для осуществления ВПК-центричности российской экономики, он и ставит экономиста сейчас на пост министра обороны, который, безусловно, будет выполнять во многом функции и премьер-министра. Потому что именно Белоусов теперь будет, ну, я не говорю командовать, но де-факто так оно и будет, координировать деятельность министерств и ведомств разных, с тем, чтобы обеспечить максимальные плюсы для армии и для военного производства в целом. Военное производство будет на нем. Поэтому это, безусловно, на самом деле, тревожная новость для мира в целом и плохая новость для Украины. Было бы лучше, если бы там оставался Шойгу со всем этим воровством, которое там было, со всеми там идиотски планированными операциями. Человек с холодной головой на этом посту, безусловно, хуже. И стратегически, повторяю, почему это тревожно, ну, это говорит о том, что идея перманентной войны, которая давно поселилась в голове Путина, еще в начале нулевых годов, что эта идея окончательно, ну, она... То есть Путин дальше реализует ее и делает дальнейшие шаги по ее реализации. А у меня ощущение такое, что Путин действительно решил жить вечно, что он там не случайно, как рассказывал Берлускони, ел сердце то ли оленей, то ли косули, да, и что он там не случайно с Шойгу на этих охотничьих заимках совершает какие-то ритуалы, но он явно убежден в том, что он жить будет долго. И поэтому его глобальная программа вот такой перестройки России, превращение ее в мощную военную, в первую очередь, державу, это большая программа, и сейчас он делает очередной шаг на пути осуществления вот этой путинской программы. Это всерьез, надолго этот месседж всем, кто считает иначе. А как ты думаешь, почему Патрушева отправили непонятно куда, то есть непонятно, где он сейчас осядет? Вроде как советник президента по кораблестроению, но явное понижение статуса и понижение должности. А Патрушева называли одним из самых влиятельных людей в путинской иерархии, чуть ли не вторым человеком в государстве. То есть что это означает? Что с Николаем Кулаком? Ну смотри, мне кажется, опять же, мы с тобой сейчас не можем ни я, ни ты залезть в голову Путина и прочесть, что это означает с точки зрения его представления о прекрасном. Но мне кажется, что Патрушева в первую очередь сняли для того, чтобы освободить место для Шойгу. Ну то есть просто необходим был Шойгу. Куда уберешь Шойгу? Министр обороны. Человек, с которым ты, повторяю, постоянно отдыхаешь, с которым ты советуешься. Любой какой-то пост, не связанный с обеспечением государственной безопасности, для Шойгу, будет однозначным понижением. Но ты же не отправишь его послом в какую-нибудь страну. То есть только по состоянию здоровья, если у него совсем все плохо. А секретарь Совета Безопасности, эта должность, ну как бы она как минимум звучит. Плюс ты можешь много придумать новых задач для Совета Безопасности. В данном случае смещение Шойгу с поста министра обороны и пересаживание его на послание Совбиза, ну как минимум для большинства народа выглядит органично, народ с хавой. Что касается перемещения Патрушева в помощники президента, то здесь, как раз, гемдиозных проблем я не вижу. Потому что, ну, во-первых, там происходит семейный размен, потому что сын Патрушева оказывается на посту вице-премьера. Это серьезно. А во-вторых, сам Патрушев становится помощником президента. Тем самым, я бы даже представляю этот разговор. Путин сидит с Патрушевым, говорит, а давай-ка мы усилим администрацию, давай мы администрацию превратим теперь в... Что такое администрация? Это ЦК КПСС. Вот в свое время в Советском Союзе был центральный комитет Компартии, который все решил. Да? А там даже не правительство, не министерство какие-то. Это был ЦК КПСС. Сегодняшний ЦК КПСС это администрация. И сейчас происходит, безусловно, усиление администрации. Не столько за счет Патрушева, сколько за счет... Повторяю, для Патрушева, я думаю, Путин больше... Ну, то есть, внешне это может восприниматься как как раз вот Путин пересаживает Патрушева, там Шойгу, подумаешь, это просто рокировка. Но на самом деле, если учесть, что в администрацию сейчас вошел и Дюмин, губернатор Тульской области, которого только ленивый не прочил и не продолжает прочить на пост преемника Путина, так вот, если учесть этот момент, то мне кажется, что администрация сейчас будет превращаться в такой реальный ЦК КПСС, такой филиал Коператива Озера, который непосредственно будет решать, что делать со страной дальше. Именно там будут формироваться основные векторы развития страны. А другие органы будут уже осуществлять, соответственно, эту политику, которая будет вырабатываться именно там. Совмест с этой точки зрения остается таким номинальным, совещательным органом. Поэтому я бы сказал, что главный результат этих перестановок в аппаратном смысле – это как раз еще более возвышение роли президентской администрации, снижение роли Совбеза, роль которого как раз повышалась все время. Патрушев никуда от Путина не девается, он будет точно так же рядом с ним. Они будут точно так же собираться и обсуждать, как громче всего Россия может хлопнуть дверью с тем, чтобы войти в историю, изменять мир, спасти мировую цивилизацию от геев и трансгендеров. Но на футболе все-таки вот эта история с задержаниями и арестами. Тимур Иванов, который был задержан, а потом арестован, после заседания коллегия с участием в Шойгу, помещен в СИГО, видимо, оттуда уже не выйдет. Ты веришь в то, что это про коррупцию, вот эти аресты? Или за этим что-то другое стоит все-таки? Не, ну, понимаешь, вот не обязательно дихотомия, не обязательно здесь наше дуалистическое западное мышление. Или-или. Это может быть и-и. Да? То есть, конечно, это про коррупцию в любом случае. Потому что коррупции много. И, конечно же, все эти люди коррумпированы. Ну, точнее, суд это докажет, путинский. Но совершенно понятно, что легко предположить, что да, они все действительно коррумпированы. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, это чистка. И так или иначе, Белоусу придется сажать своих людей в Минобороны на разные посты. И для того, чтобы кого-то посадить, нужно предварительно очистить место. Поэтому то, что происходит, это, повторяю, да, с одной стороны, это расчистка авгиевых конюшен в реальности. С другой стороны, это, конечно же, публичная демонстрация того, что президент бдит. Смотрите, я сделал выводы, я делаю то, что нужно делать. И третье, это, повторяю, аппаратная игра, расчистка мест для нового министра, которая неизбежно приведет своих людей. При этом, понимаешь, конечно, можно задаться вопросом, ну, типа, по-моему, Абаз Галямов неплохо это формулирует у себя сейчас в Телеграм-канале, что, типа, ну, каким образом это работает на репутацию Путина? Ведь он же привел Шойгу, он же, собственно говоря, постоянно наблюдал за этой армией, получается, что он не досмотрел. Но это такой очень слишком логический, и западный подход. То есть, в российский менталитет, он же работает очень часто по-другому. Он работает так, что, ну, да, везде воруют, ну, да, везде все. Главное, чтобы царь вовремя наводил порядок. И вот сейчас царь, который, да, дал кому-то там поворовать, он теперь вовремя наводит порядок. Вот и все. Я общался со своим, извини, это просто интересный момент, со своим школьным приятелем, который сам по себе служил в армии, очень много, потом ушел, на пенсию уже. Он воевал в обеих чеченских войнах, много еще где, поэтому он уже ушел в запас, и там, свои 52 года, он уже на пенсии. Наслаждается жизнью, и все. Но он так следит за событиями. И вот когда мы с ним созвонились, мы так иногда созваниваемся, просто обсуждаем разные вещи. Мне интересен его взгляд, потому что он совершенно из другого лагеря, естественно. Он путинист абсолютно. И он такой говорит, да ты что, классно, все правильно делает, вот дал поворовать этим, сейчас даст поворовать другим, но пока нужно как раз очистить. То есть, это другой менталитет, это люди, которые смотрят на все иначе. Для них Путин это, ну то есть, если для нас там Путин это случайный человек, оказавшийся во власти, поставивший целью максимально в этой власти удержаться, значит, затем придумывавший себе новые глобальные миссии, новые цели, да, вот он такой. А для этих людей это абсолютно нормальный, закономерный лидер страны, который управлять иначе нельзя, и который, соответственно, еще и заставил для себя его бояться. А что еще надо, если тебя бояться, значит, уважаем. Поэтому, с этой точки зрения, все, что как раз Путин делает, это нормально, и огромное количество людей, повторяю, совершенно нормально, это сейчас в России воспримут. Безусловно, наиболее интеллектуально продвинутые люди, нет, они понимают, что это, конечно же, слабость Путина. Но, к великому сожалению, мы не можем сказать, что обработанная пропаганда на протяжении последних четверти века российского населения, что большинство его, это люди, которые привыкли оперировать логикой, здравым смыслом и так далее. Вопросы из чата приходят. кстати, видишь чат? Ты знаешь, у меня просто, к сожалению, сел компьютер, поэтому я ничего не вижу, а у нас здесь, я общаюсь сейчас с тобой с телефона, соответственно, я чат тоже не вижу. Давай, я тогда буду сочетывать комментарии, и я встречаюсь к нашим зрителям, можете задавать вопросы. Кстати, приходят донаты, вот Елена поддержала 5 долларов, спасибо за кучера, также был, просто отмечу, донат от Нора на 5 евро, от Ирен на 2 фунта и от Александра на 50 долларов. Контент может быть и бесплатен, но это работа для нас. Вот, написал Александр. Присоединяйтесь. Спасибо всем, спасибо всем. Да, напомню, что в рамках этого стрима 50% от донатов ведет Таниславу, 50% остается Грэмми, просто чтобы сразу объяснить, как будут распределяться донаты в этом конкретном эфире. Ну вот, спрашивают, так, только что был этот вопрос, я его сейчас зачитаю. Вот, комментарий. Не стоит недооценивать путинский режим, пока там все достаточно крепко, народ после 90-х в Путина влюблен, так называемый глубинный народ, и они, да, идут воевать в Украину, считаю, что там цитата нацисты. Ты понимаешь, что подразумевается под термином глубинный народ? Ну, слушай, ну, конечно, я понимаю, что подразумевается по терминам глубинный народ, я думаю, что глубинный народ подразумеваются люди, живущие в провинции, большинство населения страны, которые не относятся к интеллигенции. Вот так вот. Ну, то есть, это просто термин, это ярлык. Я поэтому не люблю ярлыки, даже здесь, в Штатах, знаешь, у нас есть, например, такой термин «реднек», да? «реднек», значит, их называют, скажем, крестьянами, американский глубинный народ. Но при этом у меня здесь, в Нью-Йорке, есть пару знакомых, которые называют себя точно так же «реднеками», у которых по два высших образования. Поэтому любое обобщение, любой ярлык, он, конечно, ну, очень уязвим, и поэтому я не люблю ярлыки. Поэтому, когда говорят «глубинный народ», то я думаю, что глубинный народ, например, в Чечне отличается от глубинного народа в Крайнинградской области, а глубинный народ Хабаровска, который выходил за Фургала, безусловно, отличается от того, что называют глубинным народом на Чукотке, например. Везде есть люди, и надо разбирать, если уж мы смотрим на что-то, надо смотреть на конкретные сообщества людей, живущих в разных частях страны. Потому что далеко не для всех представителей неинтеллигенции, скажем так, Путин – это однозначно герой. Есть масса людей, которые не воспринимают его таковым, которые, да, они не любили 90-е, но точно так же они не любят сегодняшний день, поэтому здесь все непросто. Но я согласен с Мессишем о том, что воспринимать надо всерьез, конечно же. Просто, повторяю, стебаться и ржать над любым действием Путина, ну, конечно, можно, но если ты хочешь понять, что на самом деле происходит, то лучше копнуть глубже. Вот Дмитрий задает вопрос. Танислав, вопрос от выпускника МГИМО, МП, выпускнику МЖ. У вас бывает внутренняя ошибка в голове между чувством сопричастности к своей стране и чувством боли и печали. Что помогает вам в эти моменты? Прекрасный вопрос от МП – это международное право, если что. А МЖ – это международная журналистика, правильно? Да. То есть у нас было несколько факультетов, там факультет международного международных отношений назывался МО, там дипломатов выращивали, факультет международного МЭО, международные экономические отношения, там выращивали экономистов-международников, факультет международного права, юристы-международники и факультет международной информации, на котором было отделение международной журналистики, международного пиара и международного туризма. И вот, собственно говоря, по этому вопросу от МП к МЖ. Но вопрос, конечно, абсолютно психологически-философский. Понимаете, я в этом смысле, наверное, какой-то особенный случай, потому что я уже в течение многих лет практикую то, что называется словосочетанием «духовный поиск», «спиритчал квест». Работа над собой, изучение возможностей собственного сознания, природы явлений всего и вся в мире. И когда ты в какой-то момент становишься на этот путь, то ты понимаешь, что твой дом – вселенная. А когда ты понимаешь, что твой дом – вселенная, ты везде чувствуешь себя как дома, где бы ты ни оказался. Мне совершенно в этом смысле всё равно. Я, например, люблю Америку, мне нравятся американские пейзажи, мне нравится американская природа, её разнообразие, мне нравится американский животный мир, флора, фауна. Мне нравятся люди, не везде, но нравятся. И в этом смысле я комфортно себя ощущаю в Америке. При этом, когда я жил, например, в Индонезии или в Юго-Восточной Азии, а мне приходилось жить во Вьетнаме, на Бали, я точно так же себя ощущал прекрасно там, и у меня не было никакой ностальгии. Тем более в наш век информационный, когда всё прозрачно, всё доступно, я могу вот так же, как мы сейчас с тобой, Вадим, общаемся, пообщаться со своими друзьями, одноклассниками. Если мне нужно посмотреть на, допустим, Новочерёмку, например, на Воронцовский парк, близ которого я жил долгое время, я вот просто захожу, включаю несколько камер и в режиме реального времени наблюдаю за Воронцовским парком. Да, безусловно, я не ощущаю при этом ароматов клёнов, но я ароматы клёнов прекрасно ощущаю здесь. А если мне хочется потрогать берёзку, то здесь берёзок тоже очень много. Можно обняться с берёзкой, можно её погрызть, можно поставить песню Высоцкого, выпить рюмку водки. Я просто не пью, а так можно было бы. Поэтому для меня это вообще никакая не проблема. Так что у меня, я бы не сказал, что у меня есть какое-то чувство там ностальгии, горечи. Нет. Я считаю, я призываю всех в этом смысле понять, что чем раньше каждый из нас перестанет испытывать очень сильные чувства, неважно гордость или стыд от ассоциации с какой-либо страной территории, тем будет лучше для всего мира. То есть, это не означает, что не надо любить друзей, людей, пейзажи, традиции, культуру. Можно любить её, наверное, нужно любить, да, и практиковать, и развивать это тоже можно и нужно. Но, повторяю, испытывать прямо очень такие сильные чувства, ах, типа, как я горд, что Пушкин – это достояние русской культуры. Да, но я ничего не сделал для того, чтобы Пушкин стал достоянием русской культуры. Чего я должен гордиться? Как бы, я не имел никакого отношения ни к Пушкину, ни к появлению Пушкина, ни к появлению Гоголя, ни к появлению, там, Василисы Прекрасной и Бабы-Яги. Они появились все без меня. Почему я должен испытывать гордость от того, что я родился в той части мира, где до этого родился Пушкин и все остальные? Ну, я могу сказать, что это классно, приятно, здорово. Я говорю на этом языке, это потрясающе, это потрясающий язык. Мне нравится его мелодика, глубина и так далее. Но точно так же я не буду испытывать стыд по поводу всяких, как бы помягче выразиться, факапов моих предков. Я не буду стыдиться Сталина, кровопийцы, или там Ленина, или кого-то еще. И у меня не будет возникать сумасшедшей горечи от того, что к власти в Россию пришел Путин. Я, безусловно, буду делать выводы. Я буду, наверное, думать о том, что я недостаточно активно боролся на небе просвещения россиян, что они в результате выбрали Путина. Я буду, безусловно, понимать степень моей ответственности за это. Ответственности – да, вины – нет. Ну и так далее. Это глубокий, большой и серьезный разговор. И это разговор, безусловно, на тему работы над собой и пониманием того, кто ты, откуда, куда ты идешь. Это разговор о причинах, как раз истоках человеческого эгоцентризма и как следствие эгоцентризма о природе всех бед, которые происходили и происходят, и, наверное, еще долго будут происходить в истории человечества. Потому что все войны, все карьерные преступления, которые люди совершают ради того, чтобы сохранить и приумножить свой статус, капитал и так далее, они происходят ровно как следствие человеческого эгоцентризма, страха и невежества. Вот этих трех основных субстанций. Так что об этом, как уже не раз мы с тобой говорили, можно как-нибудь вообще провести отдельный большой стрим, поговорить о том, как работать с этими мешающими чувствами, эмоциями, которые, повторяю, определяют развитие всех драм и трагедий в истории человечества. Слушай, вопрос к тебе как раз приходит очень такой практичный. Энди спрашивает, я во Франции, мне во Франции кажется, что, ну, скажем так, не очень хорошо там, грубее написано. Кучер, может ответить, со свободным английским и IT ехать в Штаты лучше или бороться только? Ну, тут зависит от того, что такое свободный английский. То есть, если человек совершенно спокойно... Ну, во-первых, да, конечно, я все равно советую ехать в Штаты. Просто потому, что айтишники здесь в любом случае востребованы. У меня есть... у меня несколько друзей айтишников, живут тут недалеко. Я живу в штате Нью-Йорк, они живут в Нью-Джерси. И нет ни одного безработного. То есть, есть один парень, который постоянно выбирает себе работу. Да, он бывал безработным по несколько месяцев, но это было просто потому, что он искал место получше. И в итоге он постоянно находит место с такой зарплатой, что его жена может вообще не работать. У них нормальный дом. Нет, они не супербогатые, но у них нормальный дом, выше среднего класса, живут в хорошем месте, летают постоянно отдыхать. Поэтому у айтишников в Штатах все в порядке. Если человек хороший айтишник, и если у него, конечно же, хороший английский язык. Вообще, знание языка – это, конечно, ну просто важнейшая история для того, чтобы... Ну, с точки зрения гармоничного обустройства в жизни в другой стране. У меня есть пара хороших друзей, хороших друзей, хороших товарищей, которые ужасно себя чувствуют в Америке. Им не нравятся. Один из них недавно даже большой пост в Фейсбуке написал о том, что переезд в Америку 10 лет назад – это главная его ошибка, и что ему не следовало этого делать. И что он сейчас это понимает как никогда, потому что люди – говно, потому что всем нужны только деньги, потому что все ужасно и так далее. Но при этом я достаточно хорошо, я его понимаю, у него там есть достаточно серьезные личные драмы, стресс большой и так далее. Но при этом я четко... Вот моя оценка, она заключается в том, что на процентов 70 его проблема в том, что он не владеет английским достаточно хорошо, чтобы ему было одинаково комфортно общаться и с русскоязычными американцами, и с, грубо говоря, с англосаксами. Потому что когда ты настолько входишь, что тебе абсолютно одинаково комфортно на обоих языках, когда второй язык для тебя становится, по сути, вторым родным, ну или как минимум, ты можешь говорить с акцентом, но говорить легко, элементарно, быстро, никаких сложностей. Тогда у тебя становится очень широкий круг знакомств, и ты понимаешь, что процент людей, которых ты называешь говном, в любом практически обществе одинаковый. И просто есть общество, которое предоставляет людям больше возможностей для самореализации, для того, чтобы быть хорошими. А есть общество, как, например, сегодняшняя путинская Россия, которое способствует проявлению худших качеств в человеке. И вот это говно тогда всплывает на первый план. Поэтому, повторю, если язык хороший, и интересно его совершенствовать, и интересная культура, и интересные люди, и вообще-то и профи, то Америка, безусловно, одно из лучших мест для самореализации, ровно потому что здесь ты не будешь иностранцем. Ты даже если, не знаю, год как приехал, ты все равно тебя воспринимают, ну как это нормально. Америка состоит из таких людей, понимаете? Есть там, например, Нью-Йорк, близ которого я живу и где я долгое время жил. Там вообще, если посмотреть на улицу, оглянуться, там абсолютное большинство людей, кого ты встретишь на улицах, работающих в офисах, это будут люди, которые приехали в Америку, которые мигранты первого поколения. Их будет большинство, повторяю. Да, большинство людей, которые живут в богатых домах на Манхэттене, унаследовали их от родителей и так далее, да, это будут американцы в нескольких поколениях. Но те люди, повторяю, кто живут и работают здесь, это в первую очередь люди, которые приехали. Кто-то приехал 20 лет назад, кто-то 30, кто-то 5, кто-то 10, кто-то год назад. Поэтому я не знаю, если вы во Франции живете, как у вас с французским, если французский у вас прекрасен как родной, ну тогда не знаю, в чем дело. А вот если вы по-французски говорите плохо, но при этом прекрасно говорите по-английски, вы, конечно, езжайте в англоязычную страну. Америка, Австралия, Новая Зеландия, Канада. Ну, а тебе самому легко было адаптироваться в Америке? Я никогда в Америке не адаптировался, понимаешь, у меня, честно, не было вообще, не было и нет. Я себя не рассматриваю как иммигранта, я себя рассматриваю как человека, который вот я жил и работал в Москве, да, в России. Потому что мне нравилось, мне это было классно, там были замечательные возможности для моей самореализации. Потом эти возможности там закончились, благодаря тому выбору, который я сделал. Потому что я решил, что я не хочу работать с этой властью, да. И дальше я переехал в Америку, потому что Америка в этом смысле наиболее удобная страна. Безусловно, я здесь потерял статусе, потому что в России я был там известным журналистом, вхож в эстеблишмент на определенном этапе, да. Там всех знаю, все меня знают в тусовке везде. Здесь не так, здесь я абсолютно никто, здесь я просто приехал человек из другой страны, да, с каким-то опытом, но таких здесь огромное количество. Но меня просто это никогда в жизни не смущало. То есть меня-то это никоим образом не изменило. Я кем был, тем и остался. Поэтому у меня никакой адаптации не было. Здесь полно людей, которые... Ко мне хочется говорить по-русски. У меня множество друзей, которые живут на расстоянии, там, не знаю, 15 минут езды от меня, которые прекрасно говорят по-русски, и мы с ними собираемся, играем то в мафию, то в покер, то просто собираемся и общаемся. Здесь постоянно проходят какие-то культурные мероприятия. Ну, помимо просто культурных мероприятий, все-таки это Нью-Йорк, это театральная столица Америки, да, Бродвей, все остальное проще. Но здесь постоянно происходит что-то связанное с русским языком. И выставки, и концерты. И я здесь, что интересно, чаще хожу на рок-концерты российских групп, чем я ходил в России. И там только за этот год и Макс Покровский, и Вася Обломов, и Земфира, и Би-2, и еще какие-то я концерты пропустил, просто потому что я живу в части езды от города на берегу озера, и мне в кайф гулять по горам и плавать в озере. Вот и все. Поэтому у меня не было никаких вообще сложностей с адаптацией, как думаю, кстати. И бы у меня не было, если бы я переехал во Францию, в Германию или куда бы то ни было еще. Я бы просто воспринимал себя как человек, который вот сейчас живет здесь. А те сложности, которые оказываются, ну прекрасно, это квест, это вот такая задача. Я вот сейчас буду... У нас такая теперь игра. Мы решаем такую-то задачу. Люди называют ее проблемой и страдают в процессе ее решения. А я называю задачей и получаю кайф от того, что с ней сталкиваюсь. Так что в этом смысле, говорю, я, наверное, не... Ну, короче, по мне сложно судить. Слушай, я помнить вот не могу, но вот помню, что в каком-то фильме или сериале ты играл Константина Эмста или большого телевизионного начальника. Было такое? Ну, это смешно, это было... У меня есть друг Миша Сигал, кинорежиссер. Он Трояновички мал, да? Мы с ним знакомы, просто младший брат моего одноклассника. Два года у нас его разницы. И Миша Сигал снял однажды фильм, который назывался «Глубже». Ну, точнее, как? Он сначала прислал мне сценарий. Просто, дружище, посмотри сценарий. Я прочитал сценарий, мне сценарий понравился дико просто. И я до сих пор считаю, что, кстати, при всей любви к Мише, и он сам это знает, я считаю, что сценарий получился лучше фильма. Но в этом виноват ковид еще, который не позволил там кое-что осуществить из того, что Миша планировал осуществить изначально. Но все равно фильм получился, я считаю, хорошим. И он мне предложил там такую... Ну, это эпизодическая роль, она небольшая, где я играю такого главного... Как там он пишет? Главный титр, по-моему. Главный начальник главного телевидения. Ну, то есть, хочешь называй это первым каналом, хочешь называй это вторым каналом, хочешь называй это миксом из Добродеева и Лернста. Ну, в общем, такой короткий эпизод, в котором я играю телевизионного начальника. Это был веселый опыт. Там Саша Пал играл еще. А министра культуры, кстати, считай, Мединского, там играл... Господи, слушай, так слово «мама» забудешь. Ну, напомню. Угольников. Угольников. Нет? Нет, не Угольников. Угольников играл президента в... в рассказах Сигала. Это был один из самых успешных фильмов его. Я сейчас, знаешь, причем не могу, кстати, вспомнить фамилию, хотя это, ну, очень известный актер, потому что он в этом фильме был загримирован так, что ты его вообще не узнаешь. Я сейчас посмотрю в гугле, воспользуюсь американцами. Посмотри, посмотри, а то я купать не буду, что я забыл фамилию хорошего актера. Фильм-клуб же актера, да. У меня, кстати, вчера была такая, как сейчас скажу, любовь Аксенова Лера, Олег Гастимур, Сергей Бурунов там играет, Игорь Верник. Сергей Бурунов играет Соловьева. А, Соловьева. Так, Верник, Владимир Стеклов. Верник, господи богу. Игорь Верник, конечно. Конечно, конечно. Это слово говорю, слово «мама» забудешь просто. Вот точно так же. Верник там играет министра культуры, такого условного Мединского. Это, я считаю, что это офигенная сатира, которая просто, говорю, к сожалению, к великому, вышла чуть позже, ей нужно было выйти чуть раньше. Ковид очень сильно помешал. Если бы она вышла в 19-м году, я принял участие в съемках, вот если бы этот фильм вышел тогда же, в конце 19-го года, как и планировалось, или там на худой конец в начале 20-го, тогда, я думаю, что он стал бы просто блокбастером. А из-за того, что он вышел сильно позже, когда уже был ковид, когда пошли совершенно другие проблемы, когда потом пошло обнуление Путина, отравление Навального, режим стал стремительно скатываться все дальше к дну, поэтому он уже не был так востребован с той интонацией сатиры, с которой он был снят. Он был снят все-таки как такая, скорее, местами злая, но все же позитивная сатира. А уже в середине 20-го, тем более к концу 20-го года, была востребована другая. Ну и как тебе в роли актерской? Потому что я не случайно этот вопрос задаю. У меня вчера дебют случился на сцене. Я вообще даже в театральных кружках в школе и в детском саду не участвовал, так что это мой был первый выход на театральную сцену. Мы сразу в компании Чулпан Хаматова, Артура Смоленинова, и, собственно, сыграл там одну из ролей. Играл секретаря такого близкого к НКВД, который при этом разоблачает там Хармса, Чуковского и так далее. Ну, такая читка, тараканище назывался. И вот у нас вчера был аншлаг. Кстати, что меня, конечно, поразило. Я первый раз видел, как вот этот театральный процесс рождается. Я хочу просто с тобой об этом поговорить, как о журналисте, который тоже окунулся в эту среду. Было очень фрагментарное восприятие еще на репетиции, что получится. Но когда уже началась премьера, мы всего один раз могли отрепетировать, все сложилось. Прямо все сложилось так, как нужно, как по нотам было разыграно. Интересный такой опыт. Как у тебя был? И есть ли у тебя театральный опыт? Слушай, я на самом деле тебе такой разноцветной завистью завидую. Черный, белый, оранжевый, фиолетовый. По двум причинам. Ну, потому что это театральный опыт, а театр – это, безусловно, другое. У меня не было театрального опыта. И второе, потому что, конечно, это такой замечательный ансамбль актеров. Кстати, ну, ты помнишь, что, опять же, был такой клип на песню Макса Покровского «С Новым годом, сынок», где сыграла как раз Чупан Хаматова и Артур Смоленинов. И Миша Сигал этот клип снял. Как, собственно, и один из первых и самых громких клипов группы «Ного свело» «Наши юные смешные голоса». Вот. Так что, всё-таки, тусовка небольшая, и поэтому, конечно, мы все пересекаемся. Я тебе очень, правда, прямо рад, что ты… Завидую, не люблю это слово. Я ужасно рад, что ты с этими людьми получил такой замечательный опыт. И, конечно, надеюсь, что вы однажды приедете, будете гастролировать в Нью-Йорке, и мы здесь увидимся. И я смогу всех вас пригласить к себе. Мы ещё там пожарим мясо и поплаваем в озере. Вот. Что касается моего опыта, то, знаешь, у меня первый опыт был много лет назад. У меня первый опыт был в 2005 году, и это был довольно забавный опыт. То есть, это был опыт, я сыграл мента, майора милиции, в фильме, который был целиком снят на английском языке. И я говорил по-английски. То есть, у меня майор милиции российский говорил по-английски. Это редкий майор. Когда ещё была милиция. Это был фильм, который снял, спродюсировал, точнее, спродюсировал, не снял. Там режиссёр был Брэд Хофф, довольно, кстати, известный американский режиссёр. А спродюсировал его Саша Невский. Александр Невский, значит, продюсер, бодибилдер известный. И там играл ещё, там сыграл Дэвид Кэррадайн, например. Там играл дядя, я не помню какого фамилия, который был звезда сериала «Лост». Там ещё сыграло несколько разных интересных людей. И я там сыграл исключительно, потому что мне было интересно, мне было любопытно. Мы незадолго до того познакомились с Невским. И он у меня произвёл впечатление, как, безусловно, очень умный парень, который осуществил свою мечту. Свою американскую мечту. К нему есть большие вопросы, к нему есть большие вопросы, особенно у Бэткомедиана, который его там не пропускает, ни одного случая его простебать, над ним поиздеваться и так далее. И при этом, кстати, обращался к Невскому с предложением о сотрудничестве и создании совместного шоу. Но суть не в этом, а суть сейчас я говорю о другом, о том, что я не был там прям в восторге от того, что Невский сделал в кино до этого. Это такие фильмы, достаточно для, на мой взгляд, подростковой аудитории, такие экшн-фильмы. Но мне было очень интересно попробовать своей силой вообще посмотреть, как работает изнутри. То есть мне хотелось посмотреть изнутри, как работает американская съемочная группа. И поэтому, когда он мне предложил вот эту роль, я с удовольствием согласился. Почему нет? Конечно, я пришел, у меня было там, по-моему, два съемочных дня всего, когда я посмотрел, как работает американская съемочная группа. Это было круто, потому что до этого, в начале 90-х, я как репортер провел день на съемочной площадке Эльдара Рязанова. И Рязанов потрясающий, великий режиссер. Но то, как работала, скажем так, группа, операторы, осветители, менеджеры, продюсеры, организаторы, это, конечно, небо и земля. То есть американцы, в этом смысле, по-накатанному, они работают супербыстро, очень профессионально, там никто никогда не опаздывает, нет никаких истерик, выяснения отношений, капризов. Ну, то есть, наверное, они есть, и о них тоже мы слышим, да, но это скорее исключение, чем правило. И мне было интересно получить этот опыт. А с Сигалом в 19-м году, когда я вот снялся, ну, это было классно, потому что там, Миша Сигал действительно крутой режиссер, очень крутой. И там были хорошие актеры, там Саша Паль играл главную роль, опять же, там Игорь Верник. Это была хорошая сатирическая история, было прикольно оказаться в этой компании. Другое дело, что мне не пришлось играть, потому что, ну, в конце концов, начальник телевидения, кого-то там особенно играешь. Я с удовольствием бы сыграл еще в кино, где нужно действительно играть, где нужно перевоплощаться, где нужно играть совершенно другого человека. А там ты даже за несколько, за то короткое время, там, минуты с небольшим, что я на экране, ты даже не сумеешь показать полностью, там, хороший человек или плохой, подонок или нет. Есть очень короткий определенный текст, который нужно произносить, и мы с Мишей спорили из-за этого. Я ему говорил, давай немножко добавим вот этого, чтобы я показал весь цинизм, там, драматизм. Но Миша, как режиссер, лучше знал, что ему нужно, поэтому отказался. Возвращаемся к политическим реалиям. Спрашивают, не видел ли ты интервью Зимина у Клющева? Нет, я еще не видел. Ну, то есть, я видел анонс этого интервью, я его еще не посмотрел. Ну, на твой взгляд, ну, Зимин уже достаточно давно открыто говорит, что он перестал быть спонсором ФБК, что произошли какие-то расхождения, видимо, фильм «Предатели» продолжает резонировать, продолжает, скажем так, влиять на отношения ФБК. Согласен с этим? Ну, смотри, я, еще раз, мне сложно анализировать сейчас конкретное интервью, но я знаю, что действительно Зимин прекратил финансировать ФБК давно. Это произошло задолго до появления фильма «Предатели». Это произошло задолго до смерти Навального. Это произошло, я не ручаюсь сейчас за дату, но это точно произошло больше года назад, когда он перестал финансировать ФБК. И, опять же, из того, что я знаю, там вопрос был даже не в изменении его мировоззрения или его отношения к ФБК на тот момент, по крайней мере. Там был вопрос просто в перераспределении его приоритетов с точки зрения финансирования какой-либо деятельности, чей бы то ни было. Насколько я понимаю, изменился его взгляд, его подход к полезности такой деятельности в принципе. Ну, то есть, одно дело было финансировать политическую организацию, которая работала в России, поднимала народ, собирала молодежные большие митинги, была грандиозным движением, была политической силой. И совсем другое дело финансировать иммигрантскую контору, которая мало на что может повлиять, кроме как делать качественные или там более или менее качественные фирмы, воздействуя на российскую аудиторию. Это немножко разные вещи. Еще раз, одно дело политической организации и ее кандидат, который выдвигается в президенты, который борется за власть, находясь в самой стране. И другое дело, полностью маргинализованная российским правительством организация, которая там признана террористической и у которой совершенно другие возможности. Поэтому мне кажется, я сейчас не говорю за Зимина, но мне кажется, что и тогда, больше года назад, он прекратил финансирование просто потому, что разуверился в том, что это может быть реально полезно и может привести к каким-то конкретным последствиям. в первую очередь поэтому, но во-вторых, я думаю, что там у него тоже деньги не бесконечные и он тоже сейчас потерял возможность зарабатывать в России, поэтому я думаю, что там решила и об минимизации и об оптимизации расходов в принципе. Что касается предателей, того, что ему там многое не понравилось, ну, мы с тобой уже говорили на этот счет достаточно подробно, я просто могу повторить, я считаю, что тот факт, что большинству людей старше 50 лет, вот так я сформулирую, большинству известных людей старше 50 лет фильм не понравился, он объясняется ну, просто предельно просто, он объясняется исключительно особенностями личного восприятия этих людей и того времени, и своей роли в этом, и они, конечно же, очень считывают то, что там не произнесено, не сказано и на что даже не намекается, там ни разу не говорится о том, что реформы были плохие, что реформы были не нужны, что 90-е это ужасное время, там ничего этого нет вообще, там есть описание конкретных политических и бизнес-сделок, совершенных конкретными людьми, и дальше говорится о том, что эти сделки были совершены по принципу цели оправдывая средства, что неправильно, в результате чего во многом, не только этого, но этого, к власти пришел Путин, дальше эти люди проявили к власти Путин, вот о чем говорится в этом фильме. Поэтому, повторяю, все остальное, что она там обесценивала 90-е, что она рассорила оппозицию, что она сделала это не вовремя, что она сделала это не полно, это, на мой взгляд, все, повторяю, не имеет значения, потому что это результат личного восприятия. И, кстати, Певчих уже после выхода предателей дала несколько интервью, в том числе, опять же, Грэм, на мой взгляд, очень четкий, хороший, где она предельно понятно объяснила свою позицию. И она объяснила, что да, это ее призма, это она так смотрит на эту проблему, вот конкретно она Мария Певчих. И да, есть Алексей Навальный, который также смотрит на эту проблему, смотрел и смотрит, где он там сейчас не был, да, поэтому, если Зимин критикует работу Певчих конкретно предателей, то я не вижу в этом, опять же, никакой грандиозной проблемы в целом. Я вижу в этом восприятие человека, который и сам в 90-е состоялся, и отец которого в 90-е состоялся, и который, конечно же, воспринимает максимально близко к сердцу все то, что относится к характеристике того времени. Елена задает вопрос, я вот читал и думал, его читать или не читать, но зачитаю. Вадим, спросите Станислава, почему интервью с Нино на популярной политике, во время интервью с Нино на популярной политике он позволил Нино печатать течение его речи. Читаю, как есть, если Нино не уважают слушателей и гостей, пусть он мог остановить ведущую. Спасибо. Ну, вот, что скажешь? Решил зачитать вопрос. Позвращал? Ну, я скажу так, что я считаю, что у вас, я имею в виду автор вопроса, немножко завышенные в данном случае требования к поведению ведущего во времени интервью, потому что мы общались с Нино, я на нее смотрел вот так же, как я сейчас смотрю в камеру и смотрю на Владима, и да, я видел, что она не все время, но иногда смотрела в компьютер и даже что-то печатала. Я считаю, это абсолютно нормальным, закономерным, ничего ужасного там нет. Она просматривала вопросы в чате, она, возможно, отвечала кому-то в чате, ну, типа, что, хороший вопрос, но сейчас мы его не будем обсуждать, например, да, и так далее. Возможно, ей как ведущий писал режиссер, я как человек, который сам работал телевизионным ведущим в прямом эфире, прекрасно знаю, что тебе во время эфира может писать, например, режиссер, продюсер со словами, что давай вот эту тему раскроем немножко побольше, а давай заднем дополнительный вопрос, давай здесь обсудим еще то-то, то-то, поэтому я не вижу в этом никакого проявления неуважения, вообще ничего, что стало бы причиной того, чтобы я сказал здрасте, все, я пошел. Нет, очень доброжелательно был нормальный разговор. Мне кажется, это некоторые такие вещи, которые зрители вот, например, у нас в команде там несколько человек, и я параллельно, когда веду эфиры, большие стримы, еще иногда договариваюсь с гостем, который выйдет следующий, мне режиссер перекидывает зум, я перекидываю зум режиссера, это происходит во время интервью, если бы у нас были ресурсы, кстати, можете поддержать канал Доната, и был продюсерский отдел, отдел новостей, то, конечно, круто, но в основном ты делаешь это самое, поэтому да, ты заглядываешь в телефон, ты смотришь куда-то, ты еще решаешь кучу каких-то вещей, это все не потому, что каналы шикуют, потому что, ну, приходится делать еще много разных, разных... могу сказать, что мне однажды, вот, что значит, ведущий, главная задача ведущего это все равно быть в моменте, да, и есть ведущие достаточно сильные для того, чтобы одновременно и печатать, и слушать, и вникать, и иметь возможность задать следующий вопрос, и посмотреть в сторону, и в носу почесать, и потом, тем не менее, сделать то, что нужно. А есть ведущие, кстати, даже не только в русскоязычном пространстве, я здесь в Штатах время от времени даю интервью разным медиа, так вот, однажды у меня на СНН было интервью, когда ведущая со мной разговаривает, и я вдруг понимаю, что она зачитывает вопросы по суфлеру, ну, то есть, у нее суфлеры, она достаточно молодая, зачитывает вопросы по суфлеру, и я в какой-то момент начал ей отвечать и задал ей встречный вопрос, и она не смогла на нее ответить, она просто его не поймала, она так захлопала глазами, а, простите, я говорю, ну, давайте еще раз повторю, там, то-то, то-то, и было видно, что она не может размышлять в кадре, не может ориентироваться, потому что она как раз была вся заточена, у нее новостной выпуск, информационный, короткий гость, вот ей написали вопросы, и она не была в режиме здесь и сейчас, хотя все время при этом была напротив меня, смотрела как бы на меня, и у зрителя наверняка не создавалось впечатление, что, так вот, лучше бы она печатала, но при этом слушала мои слова и задавала нормальные вопросы. Вот это, кстати, не знаю, мне, я вот иногда смотрю на Екатерину Андрееву, редко, потому что у меня нет первого канала, но когда ты всю жизнь читаешь, наверное, чужие тексты, это же дико скучно, ну, то есть, вот, хорошо, ты пришел в эфир, тебе подготовил редактор, ты просто выполняешь функцию говорящей головы, да, то есть, на CNN, я предполагаю, там есть редактор, который готовит тексты, и ведущая вот та, которую ты говоришь, она просто зачитывает даже не свои тексты, скорее всего, но это же очень скучно, вот, я не знаю, сколько можно выдержать в таком темпе работы. Ты работал на классическом, я тоже работал на классическом телевидении, но, правда, у меня был жанр интервью, я там задавал то, что, то, что сам считал нужным, а в новостях или какие-то, бывало, приходилось вот именно по написанному, по накатанному идти? Ну, смотри, я, я работал с суфлером, но я писал тексты себе сам, суфлером. У меня был небольшой отрезок времени, когда уже меня выгнали с большого экрана, я работал на канале ТВ-центр, делал программу 25-й час ночную, и, помимо этого, у меня был период, когда я где-то, наверное, месяц еще и вел новости, и там, ну, понятно, когда речь идет просто о какой-то информационной подводке, мне ее писали, но я перед эфиром все равно их читал и правил под себя, потому что мне трудно читать чужой текст, поэтому, и все равно я очень часто не смотрел, ну, то есть, в какой-то момент я импровизировал, поэтому это зависит уже от человека, а кто-то, слушай, ну, есть же была такая в Советском Союзе профессия диктора, ведущие слово появилось сильно позже, на самом деле, ну, то есть, ведущие тоже были на Советском Телевидении, но их ведущим практически никто не называл, ведущий относилось к шоу, например, там, ведущий КВН, да, Масляков, вот мы помним, он говорил там, ведущий, или там, ведущие программы «Вери животных», допустим, Николай Гроздов или Василий Песков, а в отношении общественно-политических программ, программа «Время» или там, новостные выпуски «Диктор», вот там, Кириллов был, например, замечательный, великий человек совершенно, но он был диктором, а не ведущим, и им ставили голос специально, они работали с интонациями, они чаще всего были выпускники ГИТИСа или каких-то там театральных училищ, но не, они не были журналистами, поэтому это просто разная профессия, одно дело диктор, ведущий новостей, а другое дело ведущий, опять же, вот и всё, просто ты не диктор, тебе это скучно, а кто-то, кому-то наоборот в кайф выходить, и, кстати, развлеку, а то мы всё серьёзным о серьёзном, у меня был интересный эпизод, когда моя подруга трактовалась на канал «Доброе утро, Россия», это было в начале нулевых, самое начало нулевых годов, они запускали канал «Доброе утро, Россия», и я своими глазами видел, как выходит такая девушка, даже не буду сейчас говорить про цветы волос, потому что скажут, что я сексист, там было много ведущих, которые тренировались, и вот она выходит и говорит, «Здравствуйте, с вами там условно Александра Дунцова и канал Дур». Вот, бабах, она хорошо прочитала «Суплёр», потому что там было написано «Канал Дур», «Здравствуйте», «Доброе утро, Россия». Она должна прочитать «Доброе утро, Россия», «Суплёр», «Канал Дур». Но вот ей было в кайф, то есть она просто прочитала, ей было в кайф читать, произносить, приносить таким образом пользу, и потом ловить на себе восторженные взгляды, наверное, других женщин, которые увидели, в каком чудесном костюме она провела этот эфир, какой у нее замечательный маникюр, а может быть там кто-то думает, может, она наоборот про внешность свою не думала, а думала о том, как классно, что она прочитала этот текст, поэтому все же очень индивидуально. Я тоже киктором бы не мог работать, мне было просто скучно. Я вернусь сейчас к теме телевидения и желания многих людей попасть на телевидение, именно как просто круто ты попал на ТВ. Вот ты упомянул как раз телеканал «Дур», когда она не среагировала. Я помню, что, если не ошибаюсь, в РИА Новости был заголовок, молния вышла, что мы в ответе за наших плачеков Козлов, Козлов-то фамилия зампреда Центробанка, и они это пропустили, и потом это стало мимо. заголовки или какие-то ошибочные вещи. Такая отдельная история. Но вот вернувшись к телеку, это же такая ярмарка в тщеславе. То есть очень много людей идут, пытаются бывать на телек вообще попасть в кадр именно потому, что это может удовлетворить какие-то славные моменты. Согласен с этим? Что это ну там Конечно. Конечно. Ты знаешь, когда в свое время я попал на телевидение, как попал на телевидение, у меня я всю жизнь хотел быть журналистом-международником. Ну, с детства. И при этом ролевые модели, которые были тогда в конце 80-х, это были советские журналисты-международники там Александр Бовин, Налор Стуруа, Станислав Кондрашов, Генрих Боровик, да, они отличались тем, что они были газетчиками, которые при этом вели свои программы на телевидение. Время от времени. Камера смотрит в мир, международная панорама. Вот. Я смотрел на них, в принципе, мне казалось, что что-то такое было бы неплохо. И поэтому я сначала работал в газете, а потом я захотел работать на телевидении, нашел там номер ТВ-6 первого частного канала, позвонил в приемную Сагалаеву, в итоге встретился с Иваном Демидовым, который был главным продюсером ТВ-6, а до этого он вел программу вот, слушай, надо спать больше, я опять мало спал сегодня, все же забыл программу, которую вел Ваня Демидовым, хотя это было суперпопулярной на первом канале в свое время программы. Музабос. Вот. Музабос. Да, Музабос. Вот. И, значит, Ваня, его первый вопрос на собеседование со мной был, интересует ли вас собственная личность на телевидении? Собственная личность в кадре? Я ему ответил коротко, конечно. И он потом, вспоминая, сказал, что типа, да, вот классно, что ты честно ответил, потому что, если бы ты начал скромничать и говорить, что нет, неинтересно, то тогда нафига нам нужны ведущие, которые не могут, которые не будут реализовываться, там, стремиться утверждать свою личность в кадре. Уже спустя много лет я, конечно, понимаю, что это такая первая ступень, необходимая каждому человеку, на самом деле. Что я имею в виду? Ну, то есть, на первом этапе мы все овцы, грубо говоря, вот по такому типажу. Мы все овцы, мы боимся чего-то, да, мы боимся проявлять свою личность. Затем есть следующий этап, да, большинство людей, ну, не большинство, но очень-очень многие, они таковцами остаются. Потом следующее по психотипу. Потом следующая стадия, это когда ты неожиданно обнаруживаешь в себе что-то большее. И твоя задача обязательно доказать миру, и в первую очередь самому себе, что ты способен на большее. И так ты пробуждаешь в себе льва, скажем так, да, и начинаешь наслаждаться вот этой самореализацией в виде льва. Это как раз проявление геоцентризма по полной программе как только можно. А следующая стадия твоего роста, это когда ты превращаешься в ребенка. Человеку, которому одинаково интересно вообще все, весь этот мир, который воспринимает, удивляется, интересуется. Он уже не овца, но он и уже не лев. Ему неинтересно самоутверждаться на каждом шагу. Он просто радуется, живет, получает удовольствие. И вот эта третья стадия, она самая классная, самая клевая, но для того, чтобы к ней прийти, очень полезно пройти через вот эту вторую. Ну, по крайней мере, в моем случае это было необходимо. Но мне повезло, потому что как раз, когда я уже расстался с телевидением, я одновременно начал тот самый духовный поиск и очень быстро разобрался, что, ну, надо быть полным идиотом, чтобы сидеть на наркотике под названием необходимость общественного признания. Что, еще раз, на каком-то этапе это неплохо, но если ты с этим продолжаешь жить, то ты неизбежно становишься несчастным человеком. Потому что, как только у тебя этот наркотик отбирают, ты, ну, просто у тебя начинается ломка. И когда у тебя начинается уломка, ты дальше либо уже ищешь утешение, если нет возможности вернуться в обычных наркотиках и алкоголе, либо ты продаешься, делаешь абсолютно все, лишь бы сохранить свой статус и узнаваемость в телевизионном эфире. Что произошло со многими, кто ныне является лицами путинской пропаганды? Ну, не только, кстати, с лицами путинской пропаганды. Мы знаем певца, который вошел не в ту дверь. И это ведь похожая история, как мне кажется. Это тоже... Ну да, да, да. Но, видишь, здесь просто немножко, наверное, все-таки чуть-чуть другое, потому что артисту, ну, то есть артисту ему принципиально важно иметь огромную аудиторию. Если он не имеет возможности работать на эту огромную аудиторию, то как артист он умирает, да, и это для артиста грандиозная трагедия. А с журналистом немножко чуть-чуть все-таки иначе. То есть по большому счету, на самом деле, наверное, я сейчас прямо вместе с тобой рассуждаю здесь, наверное, для артиста иначе. И здорово, если ты приношешь удовольствие, работая на 10 человек, которым... И, наверное, самый великий артист, это тот, которому одинаково хорошо работает он на стадион или работает ли он для 10 человек в детском саду, например. Но для большинства все-таки это вопрос, повторяю, эго, тщеславие, никуда от этого не деться и очень больно. Просто я в какой-то момент понял, что я немножко больше, чем журналист, журналист, это просто одежда. Так же, как то, что я гражданин Российской Федерации, тоже одежда. Так же, как и религия, если я православный, крещённый, то это опять же моя одежда, под которой я такой же голый, как ты, немец, француз, африканец, кто угодно. И представитель любой другой профессии. Поэтому, кстати, по-настоящему, вот ты попробуй как-нибудь, я тебе советую, просто очень интересная. И всем нашим зрителям и слушателям я советую такой эксперимент. Вы как-нибудь так посидите и подумайте, что вы могли бы быть, родиться в другой стране, вас могли бы иначе звать, вашим родным языком мог бы быть другой язык, вы могли бы выбрать другую профессию совершенно, вы могли бы, в общем, очень много чего могло бы быть другое. И попробуйте тогда понять, что бы от вас осталось. То есть, что в вас есть такое неизменное, что не изменилось бы ни с вашей национальностью, ни с вашим вероисповеданием, ни с вашей профессией, ни с чем. И это, на самом деле, очень серьезный первый шаг на пути к пониманию, кто ты такой на самом деле есть. И когда ты это понимаешь, тебе, говорю, становится намного проще. Меняешь ли ты профессию, сегодня ты журналист, завтра ты артист, послезавтра ты лектор, потом ученый, потом дворник. Это вообще уже не имеет значения. Это все инструментарий, которым ты пользуешься в жизни, как в большой игре. Это очень полезный экспириенс, такой, извини, что я все время скакываюсь в эту духовную тему, но она действительно безумно интересная. Ну, это же было у Стругацких в как раз Граде обреченном, помнишь, они как раз меняли профессию, они начинали с мусорщиков, потом они были журналистами, политиками, потом у них был бум, потом была экспедиция, но идея как раз в том, что они постоянно меняли сферу занятости и познавали себя в этом качестве, хотя никто не мог понять, что за эксперимент, просто объясняли, это эксперимент, есть эксперимент. Мысли похожи на Стругацких. Ну, видишь, у Стругацких просто она чуть больше именно в этом месте, потому что Стругацкие, на мой взгляд, я очень хорошо их вспомнил вовремя, потому что любой человек, которому интересен смысл жизни, поиски смысла, своего места в этой жизни, его обязательно нужно считать Стругацким. Просто вот мое глубочайшее убеждение. Пикник на обочине, трудно быть Богом, да все, просто, все, что у них есть, это один сплошной духовный поиск. И духовности в книгах Стругацких побольше, чем во многих священных писаниях. А уж тем более в проповедях записных священников. Ты не успел посмотреть задачи трех тел? Нет. Еще нет. Я не знаю, ничего не могу. Я, да, нет, ты абсолютно правильно мне советовал, просто у меня выдалась тут мега занятая неделя, и я спать не всегда успевал. Нет, там просто очень такая, я не помню, задавал ли я тебе этот вопрос или нет. Я там увидел отсылку за миллиард лет до конца света, просто вот считывалось. Вряд ли там они как-то пересекались, может быть, они как унижшие, да, когда долго сидеть у скалы, прижавшись, тебе может прийти та идея, которая уже есть. Но очень похоже на, конечно, идею, которая была с Тругацкой за миллиард лет до конца света. Поэтому, да. Давай, кстати, напомним нашим сейчас зрителям и слушателям, что у вас есть прекрасная возможность сделать так, чтобы мы с Вадимом обсуждали разные проблемы каждую неделю, а в этом нам безусловно помогут ваши донаты, когда мы будем понимать, что мы вам подотчетны, что мы для вас работаем, и что эта работа как-то еще и облачивается. Поэтому напоминаю, что ни у Грэма нету спонсоров, ни у меня. Мы это делаем для вас, хотим только от вас зависеть, поэтому не стесняйтесь, присылайте понемногу, пусть вас будет много и понемногу, я думаю, что каждый не пострадает. Вообще, представь себе, если бы каждый из нас, просто каждый житель планеты Земля, вот ты, я, взяли бы и нашли 10 людей или 10 организаций, кому мы бы помогали? Одним долларом, вот всего-навсего 1 доллар в месяц, 10 долларов на 10 таких организаций, но если бы за правило это взял бы каждый гражданин планеты Земля, вот тогда бы, наверное, и произошло разумное, грамотное перераспределение денег в этом мире. Это так, просто фантазия, но, тем не менее, тоже повод об этом подумать, мы, я, кстати, много говорил об этом с благотворителями, с разными, и что сделать, чтобы мотивировать людей действительно участвовать, наверное, это вопрос, в первую очередь, технологии, потому что, я не знаю, как ты, а даже я сам, когда я смотрю кого-нибудь, мне хочется этому человеку помочь, я понимаю, что иногда меня тормозит ровно то, что надо зайти, это надо, значит, номер своей карточки куда-то внести, да, а если бы мгновенно у меня карточка была бы привязана к некому фонду, через который бы это осуществлялось, да, и я бы осуществлял просто, вот я один раз там кликнул лайк, как в фейсбуке, и тем самым уже сразу знал бы, что с меня сняли, там, не знаю, 50 центов или там, один доллар, наверное, это было бы намного удобнее, но это так, отвлечение, просто вы, ребят, не стесняйтесь, присылайте донаты, пожалуйста. Знаешь, как в Риге, когда, ну, есть телефоны, там, например, если говорить о таких благотворительных акциях, там есть телефон, который набираешь, и тебя снимают деньги, например, это очень удобная штука, ты просто набираешь номер, и все, и тебе потом счет приходит, там, больше, там, на 2 евро, на 5, ну, там есть разные гряны. Да, 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 совершенно верно. Ну, вот еще пишут наши зрители, про Кацца и ФБК. Слушай, а ты смотришь Максима Кацца? Ты знаешь, я Максима Кацца смотрел, сейчас не смотрю. Я смотрел, и в первую очередь мне очень нравились его разные исторические, такие, просвещенческие лекции. Я тебе скажу так, что мне его исторические, просвещенческие, просветительские видео, да, кстати, слово просвещенческие принадлежит моей учительнице истории. Она очень любила это слово, и вот с детства оно привязалось, и я периодически его употребляю. Так вот, просвещенческие, просветительские образовательные видео у Кацца мне нравились и нравятся. Не сказать, что я их сейчас-час смотрю, но тем не менее. А вот, когда Кац уже включает политика и начинает анализировать политическую реальность, что-то нравится, что-то не нравится совсем, реакция, опять же, на Певчих, но, на мой взгляд, очень слабая. И, на мой взгляд, Кац как раз сильно уронил планку этой реакции. Константин Гуляев пишет, 43 года, Москвой, мое почтение, мужчины, регулярно слушаю и читаю вас сегодня. Давайте поздравим Антона Ореха с 52-х лет. Кстати, да, поздравляем Антона. Давайте, да, у Антона, кстати, по-моему, фейсбука нету, поэтому давайте поздравим только за. Антон, Антон, привет, ты теперь там, где я уже пару месяцев живу, здесь мне страшно, нормально, можно жить. А это где? Где Антон, это что-то получается? Это где 52 года? А, понятно, да, в возрасте. Да. Я думал, что-то, да. Так, Вадим Станислав, ваш стрим стал моим любимым, спасибо вам обоим, Лидия пишет. Спасибо, Лидия, за хорошие слова. Ну вот, кстати, Антон пишет, что в Африке живут на 10 долларов в месяц без воды, и что завтра Путин перерубит кабель интернета, и что дальше, Starlink отключили, что вы будете делать, простой вопрос, пишет Антон. Не понял вопроса еще раз, в Африке живут на 10 долларов, так. Да, без воды, и что? Завтра Путин перерубит кабель, интернет, и что будет дальше? А, я понял, он моделирует ситуацию в мире, в котором не будет интернета, не будет ничего, что вы все будете делать? А, если, ну, а что мы все делали до того, как был изобретен интернет? Ну, значит, будем выпускать газеты, если мы говорим, если вопрос про журналистов, значит, будем работать на радио, я, например, сейчас у меня есть, я там делаю три раза в неделю по полтора часа делаю радиошоу на одной небольшой радиостанции, иногда пишу в американские медиа статьи, ну, то есть, конечно, мы будем точно так же, а как, а до изобретения телевидения, что было? А до изобретения радио, что было? А до изобретения ежедневных газет, что было? А раньше когда-то вообще профессии журналиста не было. Тот же вопрос можно задать кому угодно, а что будут делать айтишники, если отрубят интернет и вообще перестанут существовать компьютеры? Я думаю, что до этого дела не дойдет, а вот если дойдет, то это будет говорить о том, что произошла настолько грандиозная война, техногенная катастрофа или природная катастрофа. Так, ты отключился. Как раз тот момент, когда мы заговорили о техногенной катастрофе, у тебя вырубилась связь. Да. Да, мне просто по WhatsApp человек стал звонить, и я сейчас сбросил звонок. Так вот, это будет говорить о том, что произошло что-то настолько грандиозное, что и количество землян сократилось. А те, кто выживут, они будут заниматься поддержанием жизни, будут строить дома, как Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нюф-Нюф. Кто-то из соломы, кто-то из дерева, кто-то из кирпича. Так что нам всем, я думаю, всем, кто выживет, будет чем заняться. Я бы по этому поводу не переживал. Ну что ж, мы уже полтора часа в эфире, я отмечу, что пришел еще донат на PayPal 50 евро, и сейчас я скажу сумму донатов общую, которую нам удалось сегодня сегодня наши зрители нам как раз отправили. 69 евро 44 цента в YouTube и 50 евро в PayPal. Итого 50 плюс 69 это 119 евро, да, получается? Примерно. Где-то да. А просто первый самый стрим, сколько мы там собрали? По-моему, чуть меньше, да? Да, там было 40. Ну вот тенденция, вот тенденция... Ну вот тенденция хорошая. Давайте, ребята, на следующем стриме соберем там, не знаю, 250, а там как-то поднимется совсем высоко, тогда мы с Владимиром сможем нанять себе еще и помощника, будем вам картинки показывать разные, кино практически снимать, и сделаем из этого практический аватар. Ну да. И камера напряглечена, да? Кратко, к съемкам. Да, да, да. В 3D. Ну что, спасибо тебе. Тогда до следующего вторника. И что я хочу сказать? Да, Станислав... Да, я знаю, что, Вадим, еще, смотри, я единственное хочу тогда проанонсировать, обратить внимание наших зрителей, потому что я считаю это правду важным. Значит, подпишитесь, у меня есть два Телеграм-канала, подпишитесь на них, один Телеграм-канал, они обе есть в описании. Но я хочу даже обратить внимание больше не на тот, который большой у меня, и который про политику, актуальные новости. Кстати, есть канал Грэм, во-первых, который ведет Вадим, поэтому вы на него тоже обязательно подписывайтесь. Да, но это еще Вадим сам скажет. А я вам скажу, что я просто еще с сегодняшнего дня, кроме всего прочего, я запустил сайт, на котором публикую, я специально сделал вебинары, в которых обучаю медитации. Я рассказываю о том, что такое медитация, для чего она нужна, какие существуют, и конкретно отдельно медитации провожу. Поэтому добро пожаловать, все приходите, там все очень, вообще совсем дешево, но 100% поможет вам лучше распоряжаться своей жизнью, своим умом, лучше реагировать на этот мир и просто сбросить лишний раз напряжение без алкоголя и наркотиков. Так что, прямо рекомендую, извини, Вадим, что я так вот в наглую использую площадную, допустимую форму продвижения, скажем так, тем более все в описании есть. Смотрите, в описании будет телеграм-канал «Метод Кучера», приходите туда, там ссылка на сайт и приходите вперед, я уверен, что вам будет интересно. Ну что ж, спасибо тебе, я тут, у меня осталось уже провести перекличку, прощаемся с Станиславом, до следующего вторника. Спасибо, пока. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»